и так сяоми mi a3 я взял его на обзор по трем причинам первое это голый чистый не модифицирован android второе это действительно премиальный вид хотя сама по себе трубка бюджетная и это третья причина в среднем она стоит у среднестатистического китайца в районе 240 долларов это разумеется без возвращения кэшбэка без скидок акций и прочего и до 290 долларов это в наших белорусских реалях это уже с включенная наценка ритейлеров с рассрочкой а также гарантийными обязательствами а что из этого получилось вы узнаете в этом видео устраивайтесь поудобнее и начну я с самого главного и пожалуй единственного веского разочарования в этом смартфоне это матрица дисплей это то на что вы будете смотреть 95 а может быть даже и больше процентов времени и это действительно важно а в случае с этим смартфоном это еще и больно характеристики выведу на плашки но что нужно знать это amoled с плотностью пикселей 286 ppi а это означает что если у вас все нормально со зрением вы их по идее не должны но будете видеть и знаете я давно не видел смартфонов с настолько раздражающей матрицей хотя по факту 300 ppi ну показателями значения плотности пикселей на дюм около 300 ppi более чем достаточно для комфортного восприятия глазом и для того чтобы не видеть этих самых пикселей но все дело в том что здесь используется технология pen dial в этом amoled дисплее то есть это такое специфическое расположение субпикселей когда имеется один синий пиксель а на него идет два зеленых и два красных так вот разработчики точнее маркетологи считают не по меньшему а по большему количеству пикселей то есть по факту здесь итоговое количество ppi можно делить на 2 вот почему мы и видим сетку пикселей причем довольно четко это выражается в мелкой ряби нечеткости шрифтов края некоторых объектов могут иметь рванину особенно это заметно на однотонном фоне вроде белого может конечно я зажрался и преувеличиваю но как раз таки недавно я был своего друга в гостях и классового redmi note 4 тот который вышел в 2016 году и еще не официально назывался про так вот там все в полном порядке смотрится словно ретина на iphone а все почему потому что нормальное соотношение разрешения дисплея и его физических габаритов а не то что здесь hd plus разрешение даже не full hd по дисплею есть еще одна придирка которую замечаешь сразу но потом привыкаешь и в принципе норм это странное скругление матрицы в верхней части они не четкие как во многих смартфонах а имеют довольно непривычные углы этому тоже есть объяснение на самом деле матрица выглядит так видите рванину все остальное нивелируется программным отключением пикселей те же углы наклона неплохие инверсии цветов нет а вот яркости хотелось бы побольше всего в том что даже при обычном дневном свете допустим в помещении ползунок яркости практически у меня всегда выкручено 85 90 процентов а вот когда выходишь на улицу когда светит яркое солнце в очках уже все плоховато видно хотелось бы поярче ну и не хватает always on display из коробки как бы amoled есть а часов с уведомлениями постоянно отображающихся на дисплее нет хотя эту программную фичу могли бы и сделать вместо статусного диодного индикатора лишний элемент такой матрицей получается производитель сэкономил на дисплея ради всего остального а все это остальное может быть не оправдано и не к месту к примеру дактилоскопический датчик а по факту камера который новомодно расположен под дисплеем скажем так даже к топовым смартфоном по нему есть претензии а в миа 3 он работает очень медленно и часто ошибается как по мне лучше бы они интегрировали дактилоскопический датчик как раньше на тыльную сторону да может быть 2019 году выглядит это и архаично зато он ошибается мало и распознает точно и быстро ну или как вариант интегрировать его в боковую кнопку питания как в том же honor 20 или samsung galaxy s 10 и кстати на эти трубки есть обзоры на канале но не стоит забывать о цене постоянно держим его в голове кстати в недавнем обновлении хоть сделали подсветку датчика дисплея при поднятии смартфона либо при одиночном этапе по дисплее а то до обновления необходимо было выполнять огромное количество действий взять смартфон со стола нажать на кнопку питания прикоснуться к дактилоскопическому датчику и только тогда через определенное время ведь работа то не очень то и шустро смартфон разблокировался слава богу все поправили вспомнил дактилоскопический подэкранный датчик стабильно 2-3 раза в день пытается распознать мою волосатую ногу когда смартфон находится в кармане брюк джинс и других элементов одежды в других смартфонов я такого не встречала так что я не знаю наверное разработчиками сяоми стоит доработать этот момент и как-то улучшить алгоритм защиты от таких вот случайных действий а то получается присел либо нагнулся чтобы шнурки завязать а смартфон уже вибрирует ну и все это дело нивелируется камер распознающая фотографию вашего лица и приятно удивлен что эта штука даже ночью срабатывает вполне адекватно в принципе все эти заморочки с разблокировкой терпимой и жить можно особенно когда понимаешь что это прям бюджетник бюджетник в остальном все хорошо габариты смартфона по соотношению размер диагональ дисплея очень комфортно матрица прикрыта 5 гориллой рамка алюминиевая глянцевая тыльная крышка стеклянная и с очень красивым переливом но хочу сразу предупредить никакой защиты нет и царапается очень легко так что на старте можете воспользоваться комплектным силиконовым чехлом или купите что-то получше на маркости корпуса акцентировать внимание не буду потому что это присуще практически всем смартфонам с такими материалами по внешнему виду mia 3 выглядит действительно флагманские кнопка питания расположена на комфортной высоте перехватывать устройство не требуется качелька регулировки громкости приятного размера кнопки не люфтят оставили 35 миллиметровый аудио джек и даже есть инфракрасный порт для управления бытовой техникой правда штатное приложение пульт deus коробки не поставили а всякие me community или me store есть ну это мелочи nfc в смартфоне нет зато завезли bluetooth пятого поколения хотя те кто хоть что-то понимают в беспроводной технологии передачи звука знают что отличия в качестве по сравнению с bluetooth 4.2 или даже 4.0 никакого нет лоток под сим-карту пластиковый комбинированный или ставим 2 nano sim или 1 sim и micro sd с максимальной емкостью до 256 гигов вообще смартфон продается в двух модификациях в обеих моделей установлена 4 гб оперативной памяти а вот пользовательский накопитель варьируется от 64 до 128 гигабайт рекомендую брать 164 гига а за разницу в цене докупить флешку если конечно ее еще у вас нет есть два микрофона для активного шумоподавления проверим на записи видео зарядка и передача данных осуществляется через usb си жаль что нет логозащиты и беспроводной зарядки ну тут все понятно это все таки бюджетник только вот производитель начинает забывать что причина отказа от красивого и прочного практичного алюминиевого корпуса стала как раз таки чик катушка ну что зато стеклянный красивый и переливается только вот большинство пользователей все равно эту красоту засунут чехол цветов 3 и рекомендую брать белый он не такой приевшийся как синий и более практичный потому что отпечатки не так видны громкости разговорного динамика хватает к сожалению он не работает в паре с основным при воспроизведении мультимедиа то есть стерео нет в принципе как и в большинстве смартфонов сяоми основной динамик пусть по качеству звезд неба не хватает но зато он громкий и этого достаточно для того чтобы к примеру посмотреть ютубчик пока моешь посуду без наушников по производительности многого от смартфона я не требую 665 снапдрэгон уровнем ниже среднего конечно хотелось бы как в ми 9т увидеть 730 очень достойное решение 665 можно охарактеризовать как энергоэффективны и способны запускать даже производительные игры но на минимальных и иногда даже средних настройках но с просадками процессор при долгом нагреве троттлит и сбрасывает частоты после 10 минут работы очков набирает немного по играм довольно тяжелая игрушка shadow gun legends идет на средних настройках среднем в 50 60 кадров с редкими проседаниями до 40 и это было бы отличным результатом если бы не начавшийся троттлинг через пять минут игры в итоге игрушка автоматом ограничивает фреймрейт 30 кадрами и в некоторых сценах это доставляет дискомфорт хочется понизить настройки графики чтобы все было плавнее папк мобайл мне удалось вытащить на комфортный 30 кадров для этого необходимо было снизить настройки графики на минимум и настроить частоту кадров на принудительно высокую графика конечно в таком случае не алё но зато проект становится играбельным world of tanks blitz на максимальных настройках графики но с нулевой анизотропной фильтрации показывают стабильные 60 fps 665 снапдрэгон не игровой процессор да поиграть можно но особого удовольствия процесса поглощения игр ааа класса на минимальных иногда и средних настройках с ограничениями вы не получите но по крайней мере они хотя бы запускаются на таких настройках и в принципе показывают адекватный фреймрейт кстати датчик освещенности расположен тут и во время игр в альбомной ориентации держите смартфон фронталкой вправо дабы не перекрывать его и чтобы яркость постоянно не прыгала кстати работа автояркости ну уж очень инерционно и смартфон регулирует этот параметр вальяжно а иногда и даже топорно аккумулятор на 4030 мАч показывает достойное время автономной работы если не играть в игры два дня смартфон у меня отрабатывал стабильно есть поддержка quick charge 3.0 в паре с быстрой 18 ваттной зарядкой но в комплекте идет 10 ваттный адаптер 5 вольт 2 ампера единственный недостаток которого медленная зарядка в первые 30 минут то есть для экстренной ситуации нужен адаптер помощнее проверил и тройной модуль основной камеры сразу предупреждаю тех кто впервые на нашем канале я ни в коем случае не сравниваю качество камеры xiaomi mi a3 и iphone 10s max я понимаю что это устройство из совершенно разных сегментов между которыми просто пропасть но если я буду демонстрировать лишь фотография сняты на 7 миа 3 вы вообще ничего не поймете а так уж сравните хоть с каким-то флагманским эталоном и поймете как одно плюс-минус отличается основной модуль камеры в дневное время в большинстве случаев для своего сегмента выдает отличную картинку баланс белого правильный детали есть шума немного главное чтобы руки не тряслись потому что оптической стабилизации тут нет 48 мегапикселей в профи режиме не включал потому что это маркетинговая шляпа только для штатива и фотографирование неподвижных объектов а вот контровое освещение лучше избегать даже с включенным hdr засветы неизбежны фотографируя объекты на небольшом расстоянии четкости ждать не стоит чтобы получилось красиво надо будет поизвращаться и как минимум сделать это на мануальном фокусе панорама получается средний даже hdr неплохо отрабатывает ну уж очень много видимых мест склеек так что по возможности лучше нафигачьте фоток с перехлестом и склейте их в фотошопе получится в разы лучше ширик слабо юзабелен картинка не очень четкая низко детализированная и зачастую с пересветами и это не говоря уже о каком-либо контровом освещении объектив откровенно сделан на отстань радиоублажение отдела маркетинга третий сенсор это не двукратно оптическое увеличение а то в сенсор то есть сенсор глубины для того чтобы делать красивый блюр за главным фокусируемым объектом то есть при нажатии кнопочки 2x помните что будет цифра а не оптика соответственно это скейлинг и качество страдает для примера прикрепил несколько фотографий зума в принципе днем он юзабелен но по факту это кроп а кроп это не здорово лучше фотографировать в обычном режиме фронталка достойно детали есть баланс белого отличный фокус попадает главное не снимайте на контровом освещении потому что будут пробои в светах даже через раз размытие можно получить достойно но зачастую смартфон отступает от объекта дело небольшой орел четкости но хорошо то что он хотя бы не режет уши прическу и проще элементы тела видео снимал в рекомендованном full hd при 30 кадрах хотя здесь есть и 60 и даже 4k и hd 30 кадров но мне важнее четкая пусть и цифровая стабилизация и в принципе дневная съемка достойно баланс белого хороший детали есть даже на контровом все неплохо стабилизация отрабатывать правда иногда картинка из-за нее ловит искажения но в целом более чем даже широкий угол тут более чем юзабелен к нему только одна претензия фиксируются довольно сильные мерцания но в целом как лайтовая замена экшн камеры более чем жаль что при записи видео нельзя переключаться с основной камеры на ширик и обратно это тест качество записи видео на сяоми mi a3 и iphone 10s max это тест качество записи видео на сяоми mi a3 и iphone 10s max но еще на основную камеру можно свободно фотографировать и даже получать неплохой результат бояться стоит ярких объектов потому как hdr тут в большинстве случаев никакой движущиеся объекты зачастую будут размытыми телевик хоть что-то может показать только при очень хорошем освещении и со штатива в остальном резкости ждать не стоит да и вообще пользоваться им не рекомендую про ширик я вообще молчу просто покажу некоторые фотки и вы поймете что а его включение в ночное время можете забыть фронталка ночью хороша но готовьтесь к тому чтобы получить четкий снимок вы и камера должны замерить до тех пор пока фотка не отгрузится в галерею иначе будут смазы скорость обработки фотографий ночью резко снижается видеоискатель начинает тупить после нажатия спуска необходимо дать время камере подумать ночью основная камера при записи видео понятное дело будет лажать на этом засыпаются абсолютно все камеры бюджетного сегмента да и многие из среднего поэтому фрагменты сугубо ознакомительные для общего понимания того что камера может а что как в данном случае нет это тест качество записи видео и звука на сяоми mi a3 и iphone 10s max это тест качество записи видео и звука на сяоми mi a3 и iphone 10s max в целом модуль основной камеры достойны особенно если подобрать какое-нибудь стороннее приложение в котором будет хороший механизм hdr другое дело что пихать три камеры ради маркетинга ну такое дело не очень благодарна лучше один но более качественный сенсор как в том же google pixel наконец-то протестировал немодифицированный android one с точки зрения внешнего вида и работы гугловой оси мне все понравилось но вот отсутствие банальных вещей вроде свайпового управления без навигационной панели она появится в android q отсутствие возможности клонирования приложений записи звонков и экрана а также большое количество продвинутых настроек конечно расстраивают ну и тут вы тоже должны понимать android one это не тот android который установлен на google pixel по крайней мере как об этом говорят его владельцы я конечно понимаю что в этом и есть суть голого андроида но к примеру если вы посмотрите на оболочку zen ui 6 от той же компании asus который по сути тоже является голым андроидом то вы заметите большое количество системных настроек и несколько полезных утилит к примеру та же twin apps или например запись звонков или запись скрина экрана системными звуками очень толковая штука обязательно посмотрите обзора the infone 6 который тоже есть на канале из коробки android one получился уж очень сильно чистым так что для тех кто хочет большего айда шерстить форумы и сторонние решения подобилу всего под себя не критично но для тех кто столкнется с этим впервые времени потратится немало зато и лишнего в операционке ничего нет ну кроме приложения типа mi community которые все-таки сяоми решила туда засунуть а вот обновление безопасности будут приходить стабильно на последней конференции google говорили что в течение трех лет а там глядишь через годик еще и android q прилетит обновитесь в итоге у нас получился смартфон с качественными материалами хорошим временем автономной работы неплохим процессором и даже вполне себе юзабельной основной и фронтальной камерами но вот дисплей откровенно подкачал как по мне лучше бы производитель сделал пластиковый корпус и дактилоскопический датчик на тыльной части но интегрировал качественную матрицу в любом случае я настоятельно рекомендую сходить в шоу-рум и посмотреть на этот дисплей если вы не видите ряби пикселей а также не замечаете того что шрифты не очень-то и четкие то сходите к окулисту может что не так то в таком случае в принципе это неплохой смартфон зрение это такая индивидуальная штука но если вы увидите то же самое что и я и вам от этого станет больно то лучше поискать какие-нибудь другие альтернативы что вы думаете по этому поводу обязательно пишите в комментариях к этому видео на этом все с вами был вадим ищенко на канале протек всем пока а